От того, что расстались с бывшей женой. Да. Сильную боль испытываю. Но вот боль с чем связана? С боязнью того, что уже не вернуть обратно. Я хочу сказать, что Константин был искренним в работе и дал абсолютно искренние ответы на все вопросы. Но среди них есть главные. Вы готовы их услышать? Ну да, конечно же, для этого сюда и пришла. Мы тогда сейчас сделаем таким образом. Я буду задавать этот вопрос, а ответ на него будет давать Константин. Итак, сегодня, Константин, вы испытываете боль от того, что расстались с бывшей женой? Да. Вы по-прежнему любите Анну? Да. Если бы Анна предложила вновь жить одной семьей, вы бы согласились? Да, я бы согласился. Как вы считаете, ваши отношения с Анной завершены? Я думаю, что нет. Вы любите Наталью? Как человека, да. Как вы считаете, ваши поступки, действия причиняют боль Наталье? Да. Вы боитесь потерять Наталью? Да, боюсь. Как вы считаете, ваши отношения с Натальей имеют перспективу развития? Думаю, что да. Вы готовы сделать Наталье предложение, как говорят руки и сердце, сегодня? Сегодня нет. Если бы у вас был хотя бы один шанс восстановить прежнюю семью, вы воспользовались бы им? Да, воспользовался. Кузя, для чего вообще тебе это все надо? Тогда? Почему ты просто правду не можешь сказать? Я сказал правду. Почему ты мне не можешь это правду сказать? ПОДПИСЫВАЮЩИЕСЬ НА КАНАЛ Я ПОДПИСЫВАЮЩИЕСЬ НА КАНАЛ Я боролась с черной краской открыть? Я поняла еще одно чувство, которое это есть, наверное, злость, какая-то агрессия на ситуацию. Злость какая-то на себя. Может быть, я что-то могла и не поделала. Может быть, это про это. В процессе вот нашего такого разговора мы вышли на три серьезные темы, которые, собственно, ей не давали покоя. Это обида, страх и одиночество. Может, такие вещи проговорить, что вот вроде как у нас человек ушел и нужно горевать, а что на самом деле в этот момент мы думаем о себе и о том, как нам-то в этом мире оставаться, жить, что делать, с кем контактировать, как из этой ситуации выходить, на кого переться. Не всегда себе в этом признаемся, что на самом деле все равно мы думаем о себе в этот момент. Свои страхи и обиды она решила изобразить на отдельных листках. Это то, что сейчас не дает покоя, что мешает свободно вздохнуть. За кадром Наталья говорила о том, что в какой-то момент даже сердилась на Сергея. Ей казалось, что он сдался, что мало боролся за свою жизнь. С другой стороны, может быть, это она не успела чего-то сделать и сказать. Все, что нарисовала, Наташа решила не прикреплять к своему кораблю. Внезапно ей захотелось сжечь эти рисунки. Завершился первый этап нашей работы, но на этом мы не остановимся. Хочется подарить Наталье ощущение полета, открыть новые перспективы. Буквально через полчаса мы уже в другом месте. Аэродром Калачева гостеприимно встречает нас. Здравствуйте. Сегодня я ваш инструктор. Мы находимся на территории Челябинского аэроклуба, легендарного Челябинского аэроклуба. Вот сзади у нас летательный аппарат. Это дельталет, на котором мы с вами сейчас проведем полет. Какая красота. Или холодно, или страшно. Я вас подготовлю, покажу, как съесть, как держаться. Это на двух человек, да? Да, это двухместный. Он безопасный, с отключением двигателя, планирует. И мы с вами попробуем пролететь. Как вы? Какая красота. Страшно, конечно. Ну, приятно. Ну, я постараюсь, да, Наташа, я постараюсь, чтобы вам было приятно. Наташа не ожидала, что сегодняшний день продолжится именно таким образом. И радостно, и страшно, и очень интересно. Примерка шлема. Одеваемся потеплее, и через несколько минут они окажутся в воздухе. Я даже не видела такого, ни то, что не летала. Смотрите, вы корабль в путь отправили, теперь полетели. Полетели. Вреди сидит пилот, а вы сидите за мной. Вот на этом месте. Еще одна неожиданность. И пилот, и пассажир закреплены всего лишь ремнями безопасности. Во время полета они фактически будут находиться в открытом воздушном пространстве. Вот так мы пока поедем с вами на место старта. Хорошо? И вот наши герои вышли на стартовую точку. Еще секунда, и они начнут взлет. Захватывающий дух момент. Легкий летательный аппарат вместе со своими наездниками свободно парит над землей. Красота осеннего леса, большой город на горизонте и невероятное ощущение полета. Жизнь продолжается. Субтитры подогнал «Симон» Микита, и такое все красивое. Я напрягалась три раза. Получается, я не знала, когда мы будем садиться, и этого боялась очень сильно. Тихонько. И когда мы заходили на посадку, это вообще был шок. Ну так мягко сели. Ну как? Вы не боялись? Здорово. Не, ну конечно, боялась все равно. Ну хорошо. Покрасно. Ну на взлете я не успела испугаться, я на глазах зажмурила. Когда мы уже в небе были, я уже открыла. А когда садились, земля приближалась, но вообще так мягко сели. Вместе с нашей героиней мы отправляемся в увлекательное путешествие на озеро Тургаяк, где нас ждут невероятные приключения. Добрый день, Оксана. Я Владимир, директор яхт-клуба. Сегодня у нас на нашем замечательном озере Тургаяк будет проходить ребята Кубок Острова Вера. Пойдете к четвертым членам экипажа и будете исполнять роль шкотового. Вы будете участвовать в реальной гонке, на реальной яхте, с реальным экипажем, который на прошлой регате занял призовое место. Вскоре страх прошел. На яхту Оксана последовала в сопровождении красавца и молодца, который не стал загружать девушку премудростями устройства судна, а просто помог расположиться и в придачу угостил свежими фруктами. Правда, спустя несколько минут новоиспеченную участницу регаты ждал урок. Шкотовый, то есть она, обязан внимательно следить за всем снаряжением, парусом и снастями, иначе можно и головы лишиться. Главное на яхте – четкость и слаженность действий. Здесь каждый знает свое дело. Экипаж проверяет снасти и готовится к отплытию. Это еще не старт регаты, а лишь выезд на позицию. Три, два, один. По моей задумке Оксана должна была попасть в команду сильных, надежных мужчин. Она может занять привычную позицию своего парня и наравне со всеми стать членом команды, а может расслабиться, получать удовольствие и наслаждаться красотой происходящего, как это сделала бы любая молодая привлекательная женщина. Спустя некоторое время, уже в ходе выполнения маневров первого тура регаты, мы видим, что Оксана с интересом слушает своих попутчиков и просто наслаждается процессом. Похоже, недавняя встреча с Владиславом Коробейником и его помощницами не прошла даром. Оксана позволила себе быть женщиной. Мечтательная оссоль, глядящая сквозь волны в заманчивую даль. Кстати, вот и ее алые паруса поднимаются над яхтой. Знаете, как приятно ощущать себя единственной женщиной в мужской команде? Сначала было страшно, вот когда яхта давала крен, казалось, что вот сейчас выпадешь просто-напросто в свою любимую воду и все. Нет, прекрасное ощущение. Спасибо вам большое. Осень. Одно из самых красивых озер Урала. Яхты, мужчины, свежий воздух. Оксана получила сегодня массу новых впечатлений. Она задумчива. Что-то происходит с ней. Что-то важное происходит. За три месяца наши героини хорошо похудели. Правда, достигнуть изначально поставленных результатов никому не удалось. Это будет работа на будущее. Посмотрим, кто, по мнению жюри, станет победителем. Пришел день, которого так боялись наши участницы. День экстремального испытания. Это последний этап, итоги которого также повлияют на голосование в финале. Экстремальное испытание началось неожиданно. Участницы приехали в крупный торговый комплекс и вдруг узнали, что прямо сейчас должны максимально эффективно, ярко, раскрепощенно продемонстрировать на себе новые модели недавно примеренных купальников. И в качестве подиума для них сегодня открыто все пространство торгового комплекса. С первого пола последний этаж. Еще недавно они ужасно стеснялись друг друга, оператора, камеры. А теперь им предстоит показать...